В конце «Видное радио» и «Иадамия» радио — это и источник вдохновения, и возможность всегда держать себя в прекрасной творческой форме. Радио уникально. Сказанное того и слово может как разрушить что-то, так и воодушевить десятки, а то и сотни тысяч людей, а кому-то помочь в сложной ситуации. За это время мы уже успели набрать своих постоянных радиослушателей. Нас слушают не только в городе «Видное», а нас слушают по всему миру. Просто это действительно так, даже смотря статистику, откуда слушают, даже слушают в Нью-Йорке. Это очень приятно, что мы расширяем свою аудиторию, и вообще хотелось бы, чтобы «Видное радио» стало известно всему миру. Сейчас на радио четыре основных передачи, все они выходят в прямом эфире. Программа о музыкантах «Видный гость», прямой диалог о жизни района и города, программа о моде и стиле прообраз и интерактивное шоу «Ленинский завтрак». Кстати, логотип радиостанции с изображением вождя мирового пролетариата выбран не случайно. Идея создания логотипа была создана командой «Мы одели на Ленину наушники». И когда у меня часто спрашивают, почему Ленин и почему он наушниках, я просто отвечаю. Потому что Ленинский район и потому что Ленин слушает «Видное радио». Любовь слушает «Видное радио» с момента его появления. Встречает каждое утро с «Ленинским завтраком». В эфире «Видное радио» и программа «Ленинский завтрак». Где есть прекрасная возможность не только послушать хорошую музыку и узнать свежие новости, но и поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Поздравляем вас с победой. Спасибо. Участвуйте еще в конкурсах. Спасибо. Слушайте «Видное радио». Обязательно. Команда старается делать интересные программы, интересных гостей приглашают всегда. Всегда они в гуще событий Ленинского района. В проекте задействованы пять человек. Они полны творческих идей и готовы делиться ими с жителями не только Ленинского района. Так, с целью заявить о себе и расширить аудиторию радиослушателей, пришла идея отправить свой проект на премию губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Дебют оказался удачным. Проект «Видное радио» занял третье место в номинации «Творческое Подмосковье». Очень приятно, что мы взяли третье место. Если честно, я не ожидала, что мы возьмем. Для меня это победа. История интернет-радиостанции «Видное радио» еще только пишется. Но у него уже точно не будет проблем с качеством звука и поиском частоты. Ведь такое радио доступно везде, где есть интернет. Доброе-доброе утро, дорогие радиослушатели. В эфире «Видное радио». Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошлева, «Видное ТВ». В нашей студии гость, руководитель «Видное радио» и Адамия. И я поздравляю всю вашу радиостанцию с победой, с первой победой. Спасибо. Расскажите, как происходило все, как прошла церемония, как вы узнали о победе? Нам позвонили за два дня и пригласили в «Крокус-сити-холл» на церемонию вручения. Ну, естественно, я поехала, пробыла там весь день, посмотрела награждения, все очень здорово. Потом приехала домой и на сайте, на сайте губернатора увидела свое имя в числе победителей. То есть на церемонии вы даже не знали? На церемонии я не знала, если честно, даже не была уверена, что мы выиграем. Сколько денег вам дали? Денег нам дали 70 тысяч, но пока еще не дали. Вот ждем, к Новому году обещали сделать выплату. Расскажите, как потратите? Потратим на развитие радио. К сожалению, в городе «Видное» нас мало знает людей, хотя работаем мы уже 9 месяцев, вырастили вот такого вот ребенка. Я считаю, что это хороший проект. И в городе «Видное» должно быть радио. И я напомню, в нашей студии была и Адами, руководитель интернет-проекта «Видное радио». Мы говорили о губернаторской премии «Наши Подмосковья», которую получил коллектив радиостанции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова